Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео сегодня с вами я, Пашкевич Анна, и мы расскажем о пользе гвоздики. Наверняка всем вам известна гвоздика, которую мы используем в качестве пряности, которая растет на островах Индонезии и представляет собой бутоны гвоздичного дерева. Так вот, бутоны гвоздичного дерева, которые до нас доезжают либо в виде гвоздики цельной, либо в виде гвоздичного порошка, имеют очень большое и разностороннее полезное действие на организм человека. Так каким же образом можно использовать гвоздику во благо нашему здоровью? Самое первое и, наверное, очевидное полезное воздействие гвоздики на наш организм – это антисептическое свойство. В частности, если мы будем перед завтраком рассасывать один или два высохших бутона гвоздики, буквально в течение 15 минут, то мы полностью очистим нашу ротовую полость и верхние дыхательные пути от патогенной микрофлоры, которые в ней накопились за ночной период. Второе важное, не менее полезное свойство гвоздики – это ее антиоксидантное свойство. Антиоксиданты – вещества, которые в целом оздоравливают наш организм. Все знают, что антиоксидантами славятся различные фрукты и ягоды. В частности, существует бальная шкала оценки содержания антиоксидантов. И, например, для апельсина это в районе 750 баллов, для черники это 2400, а для гвоздики – 11 миллионов. Поэтому гвоздика возглавляет список тех продуктов, которые содержат повышенность содержания антиоксидантов. Третье полезное свойство гвоздики – это ее воздействие на нашу пищеварительную систему. В частности, при рассасывании гвоздики, при ее приеме вовнутрь в виде настоя, увеличивается содержание ферментов в пищеварительной системе, улучшается состояние желудочно-кишечного тракта. Также гвоздика очищает клетки печени от различных токсинов, которые, к сожалению, постоянно попадают в наш организм. Помимо очищения и активизации пищеварительной системы, гвоздика хорошо воздействует и на кровеносную систему. Поэтому четвертое полезное действие гвоздики – это повышение содержания лейкоцитов в кровяном русле. Иными словами, у нас повышается количество тех кровяных клеток, которые активно сражаются с различными чужеродными организмами, их выделениями и таким образом повышают наш иммунитет и оздоравливают организм. Пятое полезное действие гвоздики – это нормализация уровня сахара в крови. Гвоздика, в частности, выталкивает лишний сахар из кровяного русла в клетке. Таким образом нормализуется уровень сахара в крови, также повышает выработку инсулина и активизирует действие тех клеточек, которые вырабатывают инсулин. Таким образом применение гвоздики вовнутрь будет и профилактическим, и лечебным для людей, которые имеют предрасположенность или, к сожалению, уже страдают заболеванием, которое называется сахарный диабет. Шестое действие гвоздики, о котором хотелось бы сказать в этом видео – это противовоспалительный эффект. В частности, если у вас имеются какие-нибудь воспалительные процессы внутри организма, то, как уже говорилось ранее, их можно победить или снизить их проявление путем применения различного рода гвоздики в виде рассасывания или настоя. Но если у вас воспаление наружного характера, например, воспаление суставов, то можно приготовить различные препараты с содержанием гвоздики из подручных веществ и таким образом наносить ее наружно на кожные покровы и снижая таким образом воспалительный процесс. Например, можно взять то же самое растительное масло или любое жиросодержащее вещество, которое вам известно, доступно, которому вы доверяете, и настоять его вместе с бутонами горчицы на протяжении нескольких дней, а затем применять как наружное противовоспалительное средство. Восьмое и очень полезное свойство гвоздики это противораковый эффект. Например, учеными из Университета Буэнос-Ареса было доказано противораковое действие эфирного масла, которое находится в гвоздике, а оно носит название эфгенол на рост раковых опухолей. В частности, было замечено или приостановка разрастания раковых опухолей, или даже полное поражение некоторых видов рака. Поэтому ежедневное применение гвоздики будет являться отличным противораковым профилактическим действием. Хотелось бы закончить это видео еще одним способом потребления гвоздики. В частности, можно гвоздику настаивать с медом, и это будет отличным вариантом выхода эфирных масел гвоздики, всех ее полезных компонентов в мед. И когда мы будем употреблять мед в привычных для нас вариантах, например, с чаем, то таким образом мы будем обеспечивать поступление ценных компонентов гвоздики в свой организм и оздоравливать его как минимум по тем пунктам, которые вы услышали в этом видео. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале Процветок. Не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok